Привет, ребят! Как вы поняли по названию, я в Нью-Йорке. Я здесь в школе English First и я прилетел сюда вчера. Ура! Я в Нью-Йорке! Снова декабрь, снова Нью-Йорк. Я буквально в том году... А нет, я в этом году же был в Нью-Йорке. Граница прошел очень быстро. На самом деле, сейчас в Штатах, по крайней мере, в Нью-Йорке, ты подходишь к автомату, там сканируешь свою визу, фотографируешься, все делаешь сам, сам сдаешь свои отпечатки и выдают вот такую вот бумажку, я сфотографировал. Потом уже с этой бумажкой ты подходишь к инспектору, я не знаю, как его назвать, и он задает пару вопросов. Он меня спросил, насколько я здесь, где я буду жить, когда я здесь был в последний раз, сколько дней я оставался, когда был в последний раз здесь, в Нью-Йорке, и кем я работаю. Все. Короче, иду получать багаж и меня сейчас встретят со школы кто-то, водитель. Вчера я был очень уставший, поэтому ничего не снимал. Приехал домой, заселился и сразу же уснул. Меня встретили на машине, только мне пришлось ждать около часа где-то водителя, потому что было слишком много студентов. Меня привезли и ехали где-то около часа. Сегодня, как только я проснулся, я пошел завтракать. Завтраки у меня включены, так же, как и ужины. И давайте я вам немного покажу завтрак. Я пришел поздно, здесь остался только рис и яйца. Здесь получается хлеб, типа всякие сыры и так далее. Здесь сладкое. Фрукты. Ну, короче, нормальный завтрак такой. Йогурты. Есть кофе. Очень хочу кофе. Я до сих пор не проснулся, блин. Всякие чаи, вода, мороженое и вот всякие сухие завтраки такие с молоком. И вот молоко. А сам зал выглядит так. Вот он огромный. Я уже пришел под конец, поэтому людей мало. У меня получился вот такой завтрак. Я не очень хочу есть. У меня подогретый бейгл. Будет со сливочным сыром и с яйцом. Я взял смузи, кофе и воду. После завтрака нам немножко рассказали о школе. Там показали презентацию, видео и всякое такое. И отправили на тест. Тест я проходил на компьютере где-то 50 минут. Он был очень сложный. Я что-то его вообще фигово прошел. После этого мы писали сочинение. Там ответили на 5 вопросов. Было довольно-таки просто. И разговаривали с преподавателем, чтобы он примерно понял, какой у нас уровень говорили, если так можно сказать. И все. На сегодня я, в принципе, свободен. А завтра уже начнется обучение. Какой у меня уровень? Я не знаю. Сегодня вечером посмотрю на сайте. Я здесь буду учиться неделю. Сейчас давайте я вам покажу комнату. И, наверное, давайте вообще весь кампус посмотрим, чтобы вы хотя бы себе представляли, как что здесь выглядит. Я, честно, очень-очень-очень рад быть в Нью-Йорке. Живу я один. У меня одноместный номер. Он очень маленький. И сейчас покажу, как он выглядит. Вот, в принципе, весь номер. Это мой стол. Здесь всякие бумажки, которые выдают. Кстати, вот весь кампус. То есть, он довольно-таки большой. Это самая большая школа у English First. Кровать. Здесь еще мой чемодан. Кстати, я в этот раз упаковывал все вот так вот. Видите? Не знаю, как это сказать. Закручивал, короче, одежду. И реально больше помещается. Здесь у меня шкаф. Но я еще сюда ничего не вешал. Валяются просто грязные одежды. Но я все развешу. И здесь же есть раковина. Это выход из моей комнаты. И здесь вот такой вот коридор. И что самое прикольное, я живу именно у фотографии Пекин. Здесь везде висят другие города. Но у меня именно Пекин. Туалет и душ общий. Прямо находятся у моей двери. Надеюсь, никого здесь нет. Вот так вот выглядят душевые, получается, кабинки. Здесь раковина и туалеты. А еще имейте в виду, что здесь нету фена. А я с собой его не взял. Поэтому я сегодня душевую. Вот это экскурсия. И из коридора, получается, попадаешь в вот такую вот зону. Она есть на каждом этаже. Здесь можно сделать домашнее задание. Использовать ноутбуки, например, можно. И так далее. Удобно. Я спустился вниз. Живу здесь. Здесь нужно приложить карточку. Эта дверь открывается. Но это только у меня. Так не у всех. Вот так вот выглядит само общежитие снизу. И вот здесь вот как раз вот общие вот эти вот комнатки, зоны. Ну и школа находится в очень маленьком городке. Я чуть позже прогуляю, чтобы вам показать. Называется Терри Таун. А здесь джим. Давайте пройдемся, потому что я там еще сам не был. Да, смотрите, здесь оказался целый спортцентр. И даже есть огромнейший бассейн. Но сейчас он закрыт. У него есть определенное расписание. Это очень-очень здорово. И с этой стороны здесь получается джим. Очень прикольно. Он тоже довольно-таки большой. И даже есть баскетбольная площадка, получается. Прикольно. Я не знал, что здесь прямо настолько масштабно. Вот мое общежитие. Вон там спортцентр. И вот так вот идут корпуса. То есть школа реально огромная. И очень красиво. Прям, знаете, как на картинках про американские школы. Сейчас вам покажу вот это вот прикольное здание. Здесь елка стоит. Вот такая здесь елка. И здесь, как я понимаю, находится администрация. Поэтому по всем вопросам можно приходить сюда. И также здесь еще и учатся ребята. Здесь вот такие вот залы, получается. Здесь тоже можно сидеть. Есть Wi-Fi. Даже есть камин, но он не работает. И я не знаю, если честно. Это что, бывшая церковь? Вообще без понятия. Но, например, здесь над камином крест. Кстати, зашел в другое общежитие. А здесь все выглядит вот так вот. Короче, здесь каждый бежит и выглядит по-разному. А еще мне нравятся вот эти вот штуки, где можно набрать воды, либо попить воды бесплатно. И у них, например, здесь очень вообще приятно. Посмотрите. Кстати, совсем забыл показать то, что вот выдают такие вот айдишки с фотографией. И с помощью как раз этой айдишки ты открываешь дверь свою в общежитии. И внизу ты открываешь с помощью нее дверь. И вообще с собой можно не носить паспорт. Например, вчера в баре я показал вот эту вот айдишку, а не паспорт. У меня паспорт с собой не было, и ее приняли. Поэтому очень удобно. И не носите с собой лишний раз паспорт. Ну все, пойдемте, я вам покажу чуть-чуть город и сам пойду в Нью-Йорк. Сейчас я пополню бутылку, сэкономлю один доллар и не выкину еще очередную бутылку. А еще и здесь можно сдать старую ненужную одежду. Смотрите, какой здесь вообще милый городок. Ну это просто уют-уют-уют. Ну и вот так вот, в принципе, весь городок и выглядит. Здесь есть магазины, кафешки, книжные магазины. Короче, все-все-все, все, что нужно, в принципе, для жизни. Поэтому, если вдруг вы устали от кампуса, вы можете спуститься сюда, ехать, вот, взял кофе. Посидеть где-нибудь, поесть, пообедать, просто поделать домашнее задание. Если вы, допустим, как я, любите это делать в кофейнях. Короче, здорово. Я вам все показал. Увидимся с вами тогда завтра. Отправимся на занятия. До завтра, ребят. Привет, ребятки. Я быстро собираюсь на пары. У меня сня чуть попозже начинается. Сейчас побегу на учебу, потом поработаю, пообедаю, покажу вам обед и покажу вам классы, где проходит обучение. И, 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 и. И, может быть, сегодня вечером поеду в Нью-Йорк, а, может быть, я еще не поеду и останусь целый день здесь, в Дарри Тауне. И еще у нас тут очень красивый снег. Смотрите, какой снег пошел. Все, я побежал на обучение. Живу в двух минутах от своего класса и все равно не опаздываю. Бегу на пятый этаж. Все, мы закончили обучение. Сейчас я вам покажу, кстати, где я занимаюсь обычно. Здесь вот такие вот коридоры. Кстати, помните, я вам про кресты говорил? Вот на лавочках тоже кресты. И здесь вот такие вот аудитории. Очень прикольные на самом деле. И довольно-таки комфортно в них заниматься. Вот мы стиль на таких диванчиках. Вообще, занятие очень хорошо прошло. У нас сейчас было разговорное занятие. О, блин, так снег уже ложится немного. У нас было разговорное занятие. Мы болтали на разные темы. И одна из тем у нас было сегодня казино и игры. Как называть эти игры? Забыл, как называются игры, блин. Короче, вы поняли. Игры связаны с картами, с деньгами и тому подобное. Обсуждали, как мы к этому относимся. Где ты легально, где нелегально. Кто был в таких казино и так далее и тому подобное. Ну, почти каждый просто сказал свое мнение. Делились на группы, общались. Получается, что задача у всех как можно больше занятий говорить. Если честно, это мое любимое занятие. Смотрите, а еще есть вот такое вот место, где все играют, общаются. Тоже прикольно. А я просто зашел за едой. Сейчас дойду до номера и покажу вам, что за еда. Здрасте. Вот так вот выглядит мой стол обычный. И для того, чтобы снимать свою комнату, каждый раз я убираюсь. Потому что, ну, просто вот, я не знаю, я создаю бардак. Я купил сэндвич с тунцом. Взял вот такие вот с тунцом, опять же, роллы. Это единственное, что было без мяса почему-то там. И кофе. Все это мне обошлось 16 долларов. Я сел на пол, чтобы было удобней. Отвечу на самые, наверное, таки, задаваемые вопросы, которые мне задают на инстаграме уже по поводу школы. На сколько сюда стоит приезжать? Все зависит от того, какая у вас цель. Мои однокрупники, кто на сколько приехал? У меня есть девочка из Тайваня, которая приехала на один месяц. Есть три парня, ой, три парня из, четыре парня из Саудовской Аравии, которые приехали на полгода. Они военные, как я понял. Их вообще государство отправило. Я, например, здесь всего неделю. Но, естественно, неделю недостаточно. Вообще, мне кажется, идеально около месяца здесь находиться. Вот реально, чтобы подтянуть как-то язык, потому что все время общаешься. Это я общаюсь все время с однокрупниками, во-первых. И самое важное, зарубите себе на носу, что, я как учитель говорю, что когда вы сюда приезжаете, говорите. Говорите с ошибками, не стесняйтесь, как угодно. Хоть вообще без грамматики какой-то, просто говорите. И вы не заметите, как через неделю вы начнете лучше много говорить, чем говорили до этого. Не стесняйтесь, здесь все делают ошибки. Даже в моей группе, вот мы сейчас общались с ребятами, и огромное количество ребят делают элементарные ошибки во всех уровнях. Хотя у нас уровень выше среднего у всех, но при этом все делают ошибки. Поэтому не переживайте по этому поводу. Еще что я хотел сказать, еще часто задаваем вопрос, сколько это стоит. Я оставлю внизу ссылку на сайт. Я не могу вам сказать, сколько все это вам лично обойдется. Там нужно все прочитать, смотря кто где живет. Кто живет в одиночной комнате, кто живет в комнате со всеми. У нас тут есть комнаты, где живут по 5 человек, есть по 2 человека. Есть те, кто живут в, как его, в семьях. Огромное количество разных факторов. Какой город вы выберете, какую страну вы выберете. Это я в Нью-Йорке, вы можете поехать в Лондон, не знаю, в Токио, куда угодно. Еще спросили про учителей. Учителя все очень хорошие. Все очень современные, все очень веселые, все очень активные. Нет какой-то такой строгости. Вы все расслаблено сидите. У меня вообще, я всегда сижу, поднимаю ногу на диван. Кто, как можно, может сидеть в шапке, может сидеть в куртке. Главное, чтобы вам было комфортно. Но единственное, не стоит пользоваться телефоном. Их очень раздражает, когда люди пользуются телефонами, и я хотел поесть. Вот. А вообще, я не знаю еще на какие вопросы ответить. Здесь все, в принципе, комфортно. До Нью-Йорка недалеко. Смотрите, вот Манхэттен, а вот где я нахожусь. То есть получается ехать так. Вообще, идеально, на самом деле, именно эта школа, у которой я нахожусь, именно этот кампус, он офигенен для того, чтобы приехать, увидеть Нью-Йорк и учить английский. То есть, допустим, приехать даже будет на две недели. Окей, не на месяц, на две недели приехать сюда. Жить здесь в Терридауне и ездить, я не знаю, через день, хоть через два дня. Если честно, я езжу в Нью-Йорк каждый, каждый, каждый день и возвращаюсь в 2 часа ночи. Последний поезд вообще в час 50 отходит, поэтому даже можно в 3 часа ночи вернуться. Вот такие вот дела. По-моему, на все вопросы ответил. Хотя вопросов было мало. Ну, в любом случае, вы в комментариях, мне всегда можете спрашивать любые вопросы, я там буду вам отвечать. У меня завтра последний день, ну и завтра еще с вами поговорим. Я еще вам расскажу, что мне понравилось, что не понравилось, хотя я и так почти все время все вам рассказываю. Все, я сказал, что я уезжаю, я просто уезжаю на один день раньше, чем надо. Мне сказали, окей. А вообще, включен еще трансфер, но от трансфера я тоже отказался. Шел в магазин, чтобы купить себе сэндвич, а оказалось, что уже начались ланчи. Ланчи мне не включены, я купил, по-моему, за 6 долларов. Я сейчас здесь на экране выведу цены на ланчи, завтраки и ужины. И в итоге взял себе сэндвич с сыром и макароны с овощами. Такие вот кофе, там очень много сладостей, там есть салат-бар, сейчас я себе еще сделаю салат. Напитки, как всегда, там кола, вода, кофе, мороженое есть. И хлеб с джемом и так далее. И фрукты есть. Ну, короче, прям хорошее, мне нравится. И в принципе, получается, если у вас не включена еда, то в день вы будете питаться на 20 долларов. Это завтраки, обеды и ужины. И вполне хорошие обеды и ужины, типа для Нью-Йорка, это супер дешево, это супер-супер-супер-супер дешево. Ну все, ребят, закончилось мое обучение. В целом, я, в принципе, вам про все уже рассказал, не знаю даже, что добавить. Мне понравилось, про плюс-минус я уже говорил. Единственный минус этого места, то, что находится довольно-таки далеко от Нью-Йорка, но это же и является плюсом, потому что можно сосредоточиться на обучении, и, например, родители будут меньше за вас беспокоиться, если вы не слишком взрослый. Еще из минусов могу отметить то, что очень хорошая слышимость здесь. То есть я слышу, когда соседи смеются, когда они разговаривают, иногда довольно-таки сложно из-за этого спать. А в остальном никаких минусов. Вот эти вот два минуса только для меня. Во всем остальном только плюсы. Ах, закрывать чума, да? И, конечно, опять же, вам напоминаю то, что можно поехать учить английский не только в Нью-Йорк, а, например, в тот же Лондон и вообще в другие-другие города и страны, на Мальту, даже в Японию, куда угодно на самом деле. Я оставлю ссылку внизу на сайт English First. Вы там можете все прочекать, все посмотреть, задать вопросы. Оставлю, наверное, также на их Instagram. Ссылку, короче, спрашивайте. Давайте им вопрос по поводу оформления, может быть, визы, либо еще чего-то такого лучше спрашивать у них. Они вам правильнее ответят, чем я. С вами был Кашель Костанов. На этом все. Надеюсь, вам было познавательно, потому что мне, например, всегда интересно, где кто как учится. И не знаю, я говорил или нет уже в этом видео, но я так рад, что у меня есть возможность увидеть своими глазами, как все это происходит. Потому что раньше я все это видел на каналах у других ребят, и мне было так интересно, как вообще все это происходит в Штатах и тому подобное. Плюс у меня есть опыт обучения в Лондоне еще. Все, короче, прям здорово-здорово-здорово, но надеюсь, что я не последний раз так куда-то езжу. Все, пока, учите английский, все у вас получится. А, и не забывайте про мой Instagram, кстати. Подписывайтесь.